МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Баскетбольный клуб «Химки» продолжает подниматься вверх по турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В минувшее воскресенье наша команда принимала на своей площадке Волгоградский «Красный октябрь». Надежда Грушина продолжит. Настрой на эту игру был запредельный. Обе команды в последнее время не могли похвастаться успешными результатами. У химчан было два проигрыша подряд, а «Красный октябрь» и вовсе находился в нижней части турнирной таблицы. Поэтому зрители ждали от команд настоящее сражение. Уже через пару минут после начала на счету волгоградцев было 11 очков. К удивлению местных болельщиков, лидерство начала встречи осталось за гостями. 21-27. Наставник химок Куртинайтис встряхнул свой состав заменами. И после решающего броска капитана Сергея Мони, хозяева паркета завладели с солидным преимуществом. 43-35. Однако мастерство легионеров «Красного октября» позволило сопернику не только сравнять счет, но и уйти в небольшой отрыв. 48-49. Первая половина была также за гостями. Мы уже почему-то несколько игр подряд достаточно вяло начинаем, но в конце просто радостно смотреть. В третьей четверти после равного начала команды по очереди брали инициативу в свои руки. Но в конце игрового отрезка чаша весов вновь качнулась в сторону химок. Прежде всего благодаря защитникам это Копанин, Швед и Драгич. Трехочковые и жесткий прессинг не помогли «Красному октябрю» догнать хозяев. Итоговый результат установил Петтери Копанин своим броском в дистанции. Встреча завершилась со счетом 97-86 в пользу химчан. Мы выиграли не только у «Красного октября», но выиграли сами себя. Потому что в данный момент такое доверие друг другу, доверие себе было у нас чуть-чуть подбито. После этих двух поражений, что мы имели. Игра была непростая. Рад, что мы с ней справились и что победили. Фарм-клуб «Химки» Подмосковье в третьем туре Суперлиги встретился с действующим чемпионом и обладателем Кубка России – БК Новосибирском. В первой половине хозяева паркета на равных сражались с грозными соперниками. А вот третью четверть провалили. Гости ушли в отрыв на 15 очков. После 30 минут игры – 65-40. У сибиряков здорово смотрелся 14-й номер, хорватский форвард Юрий Шкифич. Именно он и стал самым результативным игроком встречи. Много проблем доставил химчанам и центровой Новосибирска Павел Подкользин. Гнули свою линию, в принципе, что нам тренера говорил. Игра у нас строится от защиты. Как вы видите, никто по 40-50 очков не набирает. Сегодня выстрелил Шкифич, вчера выстрелил я, а там Захаров еще набрал в Самаре свои очки. В принципе, игрой доволен. 12 очков – это, конечно, не 20 и не 25. Но победа есть победа. В химкинских рядах отметим Дениса Левшина, Руслана Потеева и Максима Числова, которые на троих набрали 35 очков. А Потеев и вовсе сделал дабл-дабл – 11 очков и 11 подборов. Команда Новосибирска – достаточно опытная команда, которая имеет в своем составе как и наших российских игроков достаточно высокого уровня, так и достаточно серьезного легионера на позиции четвертого номера. В принципе, был сделан акцент на некоторых нюансах, большинство из которых, можно так сказать, получилось. Но ключевые моменты именно на Юрию Шкифичу не сыграли то, что должны были сыграть. В последние 10 минут кихимчане несколько раз сокращали разрыв в счете. Однако гости лучше комбинировали и были точнее в завершающей стадии атаки. В итоге химкам так и не удалось исправить положение. Команда потерпела поражение 62-74. Зато в следующем матче команда Соловьева праздновала триумф. Уверенная и красивая победа над Иркутом ознаменовалась двузначным преимуществом на табло – 86-75. Удачно начав первую 10-минутку, а именно обыграв гостей на 15 очков, химчане не сбавили темп и довели дело до победы. Самым результативным игроком встречи стал Максим Шеликета. На его счету 27 очков и 7 подборов. У Максима Числова 20 очков, Кирилла Баклинева 11. По 8 баллов принесли команде Потеев и Захаров. Следующий матч команды «Химки» Подмосковья проведет в субботу 31 октября. Это будет матч 1-8 Кубка России. И в гости к химчанам пожалует БК «Самара». Начало в 15.00. Вход свободный. 80 лет со дня рождения отметил Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерное». Когда-то все начиналось с пяти лошадей, а теперь там занимаются разными видами спорта. Особое внимание уделяется зимним. В честь юбилея открыли новую лыжероллерную трассу. На праздники побывала Елена Васильевская. История одного из крупнейших спортивных центров не только Подмосковья, но и России началась в 1935 году. Старт будущему развитию базы дала конно-спортивная школа. Поначалу тренировались на пяти лошадях, но буквально через несколько лет их количество приблизилось к сотне. За 80 лет здесь появилось фехтование, лыжные гонки, пятиборья, борьба и много других видов спорта. Самое главное, я считаю, что мы сохранили этот уникальный спортивный центр в самые трудные годы. Сегодня он является многофункциональным спортивным центром, где занимаются 2500 детей, где занимаются около 300 детей с ограниченными возможностями, где все для развития физической культуры и спорта для наших детей. С юбилеем центр поздравили именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и руководство ХИМОК. Для нашего округа иметь такую тренировочную базу – особая честь. То, что он находится на территории нашего округа, ну это нельзя переоценить, потому что именно на этой территории, на этой территории база проводятся такие масштабные мероприятия, в которых мы принимаем активное участие, и жители нашего города принимают активное участие. Вы знаете, это лыжня России, это лыжня Москвы, это соревнования различные другие. В честь юбилея спортивного центра олимпийские чемпионы открыли новую лыжероллерную трассу. Ее длина – 2,5 километра. Для лыжников это небольшой круг, однако сложность его достаточно высока. Трасса проходит с большими перепадами высот. Не исключено, что со временем ее длина увеличится. Большое спасибо от лыжников, я хотел передать всем, кто занимался этой подготовкой, что у нас появился в Москве, в Московской области новый объект, хороший спортивный объект. Это радует, большой праздник для любителей лыжи и биатлона. Химчанка и олимпийская чемпионка Анфиса Резцова планерную называет родным домом. Годы тренировок проходили именно здесь. Занятия на этих трассах она считает главным, что помогло и достичь успеха в карьере. Спортсменка также отметила, что сейчас у подрастающих атлетов есть намного больше возможностей для хороших результатов. Это здорово, что вот у нас сегодня выросла роллерная трасса, скоро будет биатлонный центр, я надеюсь. И хотелось бы, чтобы нас, руководители наши, в Подмосковье, Кимкинского округа, профсоюзов, все-таки как-то вместе скомпоновались и помогали нашим юным спортсменам продвигаться вперед к олимпу. Окончание строительства биатлонного центра – одна из главных задач на будущее. Сейчас делается все для того, чтобы в ближайшие годы здесь появился один из самых перспективных видов спорта. А руководство и спортсмены надеются, что этой мечте суждено будет сбыться. Футбольный клуб «Химкин» также радует болельщиков своей беспрерывной серией побед. Очередную красно-черные праздновали 22 октября. На стадионе «Родина» команда Хафизова принимала Владимирский торпедо. И отметим, что напряжения в этом матче было больше, чем достаточно. Начнем с того, что накануне соперники сыграли свои встречи таким образом, что ближайший преследователь «Химчан» – московский Солярис – подобрался к нашей команде, и разница составила всего 4 очка. А продолжим тем, что до этого поединка торпедо оставался единственной командой, чьи ворота красно-черные в первом туре распечатать так и не смогли, а разошлись с ничейным счетом. Ну а в этот раз гол забил Николай Тюнин на 66-й минуте. 1-0. Такой счет и стал итоговым. Поздравляем команду с очередной победой в первенстве. Переходим к женскому футболу. Клуб «Зоркий» встретился в ответном матче 1-16-й женской лиги чемпионов с мадридским «Атлетиком». В Мадриде наши девушки одержали победу со счетом 2-0. И с панком, чтобы пройти дальше, нужно было выигрывать с разницей в три мяча. За поединком с трибуны наблюдал Алексей Житких. Этот момент встречи мог стать ключевым при счете 1-0. В пользу «Атлетика» химчанки не реализуют пенальти. За обе Ирины Скотниковой испанки могли бы опустить руки. А так они понеслись вперед и вскоре забили второй гол. Счет по сумме двух встреч сравнялся. С самого начала встречи гости заперли химчанок на своей половине поля и уже на седьмой минуте распечатали ворота Зоркова. Отличилась девушка по фамилии Гонсалес. Хозяйкам поля не хватало зоркости в обороне. Испанки создавали остроту с флангов, разрывали оборону химчанок по центру. Голевые моменты возникали один за другим. После матча наставник Зоркова Евгений Николаев признался, что в Испании матч проходил по тому же сценарию. Но тогда повезло. А на этот раз футбольный бог от девушек отвернулся. Там нам запустил удачу. Здесь забей пенальти Скотникова и дальше проходил бы Горгий. Но, видимо, удача была сегодня на стороне Игоря Кузь команды Атлетик. За весь матч химчанкам удалось создать у ворот Атлетика всего один голевой момент под занавес первого тайма. Но Анастасия Сланова с убойной позиции промахнулась. Развязка наступила за пять минут до конца встречи, вышедшая на замену. 17-й номер Атлетика в упор расстреливает ворота химчанок и ставит точку в европейском турне Зоркова. В этой игре мы постарались атаковать. Как вы видели, нам это удалось. Забили три безответных гола. Мы счастливы. Лига чемпионов – это как лакмусовая бумажка. Она показывает, в каком направлении двигаться дальше, над чем работать. В турнирной таблице чемпионат России Зорки сейчас занимает второе место. Следующий матч команда проведет 1 ноября против Пермской звезды. В спортивном комплексе «Родина» прошел открытый турнир по самбо в памяти Виктора Левченко. Соревнования в честь тренера, открывшего первую секцию самбо в Химках, проводятся уже шестой год. В этот раз мальчики от 8 до 10 лет боролись в 14 весовых категориях. Всего поучаствовать в соревнованиях приехали около 200 юных самбистов из Москвы и области. Сюда привозят ребят для того, чтобы первый соревновательный опыт, то есть попробовать себя. Есть и сильные участники, естественно, кто-то едет целенаправленно за подготовкой, чтобы выступать на более крупных соревнованиях. То есть оббивают молодежь и повышают опыт свой. У одних было по шесть соперников, другие становились лидерами уже в первую минуту. Несмотря на юный возраст, многие мальчики занимаются самбо уже 5 лет и тренируются каждый день. Поэтому на ковре борцы чувствуют себя комфортно и уверенно, соперников не боятся. А некоторые участники мечтают стать профессиональными спортсменами. Да, мне очень нравится. Возможно, я буду тренировать детей. По итогам соревнования победители турнира получили грамоты и памятные медали. О том, какие события из мира спорта пройдут в ближайшие дни, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Афиша». 30 октября на паркете Дворца спорта «Крылацкое» пройдет матч баскетбольной Евролиги «Химки-Цервена-Звезда» начало в 20.00. В этот же день на поле «Эскородина» пройдут матчи «Химкинской футбольной лиги» первой и высшей дивизионы начало первого поединка в 20.00. 31 октября на арене «Химки» пройдет матч российской футбольной премьер-лиги «ЦСКА-УФА» начало в 14.30. 1 ноября на «Эскородина» состоится матч по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона «Россиянка» принимает «Рязань-ВДВ» начало в 15.00. И в этот же день там же состоится матч первенства России по футболу среди мужских команд во втором дивизионе «Зоня Запад» встречаются «Химки» и «Коломна» начало в 18.00. Это был обзор самых интересных и ярких спортивных событий. Смотрите программу «Химки-спорт» на нашем канале, а также на сайте himkismi.ru. Я Екатерина Юшина прощаюсь с вами. Мы встретимся ровно через неделю, ведь нам всегда есть что рассказать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА